Рыбак со стажем Анатолий Васильевич рассказывает, больше всего любит удить рыбу именно зимой. Места для этого хорошо знает и под лёд ни разу не провалился. Уверен, всё потому, что соблюдает правила безопасности. Толщина где-то, ну, сантиметров 60. Это толщина льда. Поэтому ничего особенного страшного нет. То есть вы себя считаете безопасностью? Я считаю, да. Почему? Потому что здесь такого течения нет. Вот. И сидим мы на мели практически, на сорожечку, прикармливаем. И сидим, ждём. Когда она подойдёт, когда она клюнет. И потом, когда я бурю, я же чувствую какой-то толщины лёд. Так что всё нормально. Спасатели говорят, доверять весеннему льду не стоит. В разных местах его толщина разнится. Сверху он тает под солнцем, а снизу подтачивается течение. Как результат, появляются промойны. Очень опасно. Прогулки, но также и рыбалка в этих местах вообще очень чревата тем, что может любой человек провалиться и быть незамеченным. Потому что в связи с тем, что течение, моментально провалишь под лёд, под тяжестью своей одежды и воды, то есть можно уйти под лёд. И уже тяжело будет человека вытащить изо льда и не сразу его найти. По словам спасателей, за последние полгода произошло 11 происшествий на воде. 5 человек погибли, 20 удалось спасти. Если вы всё-таки решили отправиться на весеннюю рыбалку, сообщите родным, где именно будете находиться. А в случае, если при выходе на лёд следы заполнились водой, срочно возвращайтесь на берег. Михаил Ермоленко, Елена Чернявская, Сергей Баскин. События.